Вот, ну ладно, начнём с пистолетки, тоже всё было не очень хорошо в ней. Вот, твоя команда пошла на Б-плэнд, твоя команда идёт на Б, у тебя пачка, и ты почему-то решаешь идти на А. Достаёшь гранату, и вот... Нет, дело в том, что ты почему-то её всё время достаёшь... И почему-то долго думаешь, что с ней делать. Запомни, гранаты ты достаёшь, флешки, в тот момент, когда ты уже знаешь, что ты их будешь кидать куда-то. Нельзя с ними стоять долго в руках. Опять же, тебя просто могут подловить с этой гранатой в руке, и просто убить. Вот, это первый момент. Второй момент, то, что ты пошёл с пачкой в одиночку. Желательно всё время пришли на это внимание, есть у тебя пачка или нет. Вот, по итогу твои тиммейты на Б вышли, но пачка не хваляется у короба. Так, вторая флешка, ну нормально. То есть, тут ты неправильно выходишь, ты не чекаешь позиции. На той же карте, которой ты тренировал выходы, там эта позиция есть. Я знаю. В таком случае тебе надо выходить так, чтобы ты был открыт только для него, чтобы не было ключевого под этого человека. То есть, стреляться один на один. А так ты вышел сразу под двоих, но, правда, основной урон принёс тебе этот парень за боксом. Ну, опять же, надо входить аккуратно, потому что те крешники могли уже к этому таймингу любую поюту занять. Помню всегда про это. Так, здесь у нас... Так. О, уже запушили, вижу. Да. А, здесь, ну здесь стрельба. Как-то ты не хочешь сжать до конца вниз прицелом. Они у тебя... Ну, окей. По-твоему, куда они летели мимо? Вправо. Они летели в воздух. Ну, в воздух, да. Вот. Они летели просто в воздух вверх. Потому что ты не стал дожимать... Ну, точнее, контролить дальше спрей вниз. Вот. То, что у тебя прицел стоит на модельке, это не значит, что у тебя пули летят именно в неё. Пули летят по определённому спрею. Они в прицел, как бы. Ну, это только первые пули летят в прицел. Вот. То есть, когда ты зажимаешь, ты жмёшь прицел вниз. Запомни это. Опять же, тренируй зажим. Так, я тебе говорил ещё это на прошлой неделе. Ну, и также ты ещё не до конца дозарядился, и зачем-то вот вышел такой небольшой прострел. Хотя мог дозарядиться и там уже подождать, пока на тебя они начнут сами выходить. Понятно, что она вас лепила бы. Так. Ну, тут позиционка, опять же, ты подставляешь сразу под двух. В той ситуации надо, опять же, было сыграть просто на подъёме, подождать, пока не подойдут поближе. Потому что у тебя, опять же, юмб, и на такой дистанции перестрелять, ну, мало шансов. Плюс один в двойце. Стоял. Так. Вот. Начинаем с позиции. На Б. Я заметил, что ты постоянно занимаешь этот чёртов ящик. Причём, с любым девайсом. Потом, кстати, я вдаль уходил. Один раз, и то со скаутом. Вот. Когда у тебя М-ка, никогда не занимай эту позицию. Потому что, если тебя будут рашить с такими пистолетами и смгшками, тебя просто убьют спокойно. И М-ку ты тут не реализуешь нормально. Это хорошая позиция для пистолетов, либо тех же смгшек против калашей, чтобы их принимать в упоре. С М-кой я тебе говорил уже. Вот. С девайсом у тебя есть несколько позиций. Если есть хороший спаун и хочешь рискнуть, можешь пикнуть из-за бочек. То есть сидишь на жопе ровно и пикаешь. Можно так пикнуть. Потом можно опять же играть в планте. То есть там позиции моря. Можно там за ящиком играть. Ещё как-то. Ну, придумать можно. Можно за иксом играть. На крайняк, если в этой области играть, то можно играть за машиной. То есть ты садишься в машину и можешь спокойно играть от неё. Потому что тебе будет труднее попасть, когда сидишь за машиной. За боксом опять же сидеть надо только с пистолетами, либо смгшками. Потому что, ну, позиция такая себе. Тут ты в одиночку жена стоишь, слава богу. Но позиция опять же очень плохая. Ты смотришь сейчас шорт. Почему? Типы могут выйти с лонка и убить тебя. Ты стоишь крайне открыто под лонг. Вот. То есть у тебя просто виден весь бок. Да, ты смотришь в шорт, но тебя видно с лонга. В таком случае лучше играть. Ну, гусь на самом деле тоже под лонг. Машинка. Нет, машинка, ты там вообще не уйдешь никуда. Лучше всего играть в планете. Потому что можешь в таком случае играть, убивать там на лонге. Пого-то может быть, при этом убивать на шорте. При этом тебя не будет видно ни с шорта, ни с лонга в этот момент. Ну, если правильно позиционировать, по крайней мере, себя. То есть это можно покой сделать. Покажи где-то место в планете. Так, вот, вот в планете и тут играешь от ситуации. Просто, опять же, если тебя бы зажимали с лонга и с шорта, тебя бы просто убили бы спокойно. Ты бы ничего не сделал. В лучшем случае, может, один фраг дал бы. Так. Опять та же самая позиция. Ну, теперь вот как раз теры идут к полонгу. Нинус не по шорту. То есть вот, ну, благо они кинули заблаговеренно на хэшку. Тебя... Благодаря этому ты начал смотреть в сторону лонга. Но по итогу тебя опять же убили, потому что ты был в открытой позиции. Вот. Так бы стоял бы в планете, был бы более закрытый и мог все-таки их поубивать бы по одному. Вышел, судя по всему. А, его выкинули за то, что он слишком много попадал по своим. Карма. Тут момент... В итоге сто часа банка, в общем. Тут момент с картой, то, что у тебя тип запушил нижнюю темку, в принципе, и ты до сих пор при этом стоишь со скаутом. Стоишь достаточно долго, у тебя уже там тердос прошли на плент, и только вот, спустя там секунд 10, когда уже пачка поставлена, ты начать притягиваться. По итогу, там тебя типа давно убили на шарте, и можно было понять, что там, ну, они идут, скорее всего, на. Плюс тебя тип запушил опять же темку, поэтому смотри на мини-карту. Что-то как-то, как там, типы, распределились по карте. В общем, играешь на дачу пачки. Благо, поведу, что отера пошли в сторону медали, там, хоть и мы-то одного убивают, но авик убивает и у тиммейта. И тут ты почему-то решаешь пикнуть это ВП. Никогда не пикай АВП на такой дистанции. Никогда. Потому что в данный момент тебе повезло, что он тебе вообще не попал, и ты мог просто закончить эту игру еще на счете 16-11. Спокойно. Своими же руками. Вот. То есть в твоей ситуации стоило бы занять шорт, потому что, скорее всего, тип, раз уж он был в миде последний раз, он пошел бы на шорт с меда, и уже его подождать там с авиком. Вот. Ну, по крайней мере, то, что бы я бы сделал. Тут у нас... О, прям вот идеально. Все на Б пошли. Это просто пиздец какой-то был. Вот, вот, скажи, что тебя побудило пойти с толпой на Б? А, так мы это купи. Хотя я хотел, у меня было сзади мысль пойти на А на шорт. Ну, только на чем бы не пойти было, если у вас А никого. Ты видишь, какая ситуация, как все совпало-то, а? Ну, это вот повезло, что у вас так совпало. Ну, а терры могли просто пойти на А. Да, я знаю, я это предполагал, поэтому уже был готов отойти. Но ты встал все равно в позицию своих. Потому что какой-то сволочь, там в итоге, вот, я вижу пока, сволочь какая-то, взял на миде, он там вышел. В общем, такая ситуация, то, что, блин, повезло, что терры пошли тоже толпой на Б. По итогу там... Ну, ты с кого у нас договоренность была, мы ее выполняли. Такое себе. Так, ну и последний раунд. Все, вот на нем мы могли спокойно этот раунд взять. Ну, что же пошло не так. Сейчас смотрим. Зартная позиция, есть инфа, что на лагер. Там тиммит оставляется. Заспугиваешь на шорте. Ну, все, у тебя есть, понимаешь, что есть кто-то на лагер. Я взял хорошую позицию. Вот. Смотришь лонг. Оп, увидел типа, килл флешку. И что ты дальше делаешь? Пытаюсь убить. Ты за хрена-то лезешь убивать его. Я тебе говорю, пытаюсь убить, думаю, что это самая правильная позиция. Хотя могу сыграть на сохранение. Позиция этого крайне убокая. Ты убиваешь его, да, но... Да, на второй меня перестреливает обменом. Тут же разменивают тип. Разменивать, да. То есть, нельзя так пикать ни в коем случае, когда ты один в пульте. Ну, в любой случае нельзя пикать. Вот, потому что, ну, у тебя должно было быть понимание, что там, по идее, должно быть, ну, один, два точно. По итогу, да, ты убил одного, но толку у тебя, вот, второй тип разменял, и у тебя самый клуб Аплент. Ну, и по итогу это вот стало эдаким. Один в один, да, ну, и там чего не попадает. Но, опять же, как бы, вот, если бы ты так не пикнул открыто, то вы могли бы сыграть эту игру еще 15-15. Но, из-за того, что ты так пикнул открыто, вы проиграли игру. Вот.